МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спектакль с куклами-марионетками сразу по двум произведениям. Премьера в сказке удивит зрителей. Не только ОРВИ. В Алтайском крае каждую неделю регистрируют больше 100 случаев заражения коронавирусом. В основном ковид сейчас протекает, как обычная простуда, но не исключены осложнения. На данный момент 30 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Пятеро из них попали в стационар с пневмонией. Также в крае растет число заболевших ОРВИ. На прошлой неделе только по официальной статистике заболели 29 тысяч жителей региона. 52% зараженных – дети. В крае закрыты на карантин уже 603 класса. Приостановлен учебный процесс в двух школах. Это Смоленский район и Каменский район. И в двух детских садах. Это Завьяловский район и Первомайский район. Но также и закрываются у нас как отдельные классы. На сегодня закрыто 603 класса в 111 образовательных учреждениях. И закрыто 67 групп в 27 детских садах. Обходной путь вокруг Барнаула строить не будут. Для разгрузки города будут использовать пригородные расширенные дороги и новые транспортные развязки. Одну из них сейчас строят на Азминогорском тракте. Вторая должна появиться на пересечении Ленточного бора и улицы Власихинской. О дорожной инфраструктуре Барнаула говорили в Москве. Три дня в Совете Федерации обсуждали, какие потенциальные проекты должны создать в Алтайском крае. И какую помощь для этого федеральный центр должен наказать региону. Подробнее расскажет Данил Кузнецов. Одна из ключевых тем, которая поднималась в стенах Совета Федерации во время дней Алтайского края, это бюджет. В частности, увеличение оплаты труда госслужащих. Интересное предложение выдвинули наши законотворцы. Вот та субсидия, которая идет с федерального бюджета по поддержке регионов в части повышения зарплаты, она должна быть соизмерима с повышением минимального размера оплаты труда. Вот мы за последние пять лет заработная плата в Алтайском крае выросла на 191%. А федеральная помощь практически осталась на уровне. В рамках дней наша делегация просила оказать поддержку для нескольких объектов. Так, необходимо провести капитальный ремонт инфекционного отделения в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства, создать операционный корпус в региональной больнице скорой помощи и завершить строительство крытого катка для спортивной школы Олимпийского резерва по хоккею. Совет Федерации дал добро. По достоинству оценили сенаторы и проекты по сельскому хозяйству. Наиболее остро стоит вопрос по укреплению берега реки Катунь на территории села Сроскибийского района. В селе сложилась критическая ситуация, связанная со значительно возросшие последние годы интенсивностью процессов берега обрушения. Под угрозой уничтожения находятся жилые дома, предусадебные участки, производственные площадки крестьянских аэст. Помимо вопроса с укреплением берега, чиновники попросили поддержать еще и проект с комплексным развитием сельских территорий, конкретно сел Дружба и Бачкари Целинного района. Проект комплексного развитием села Бачкари включает в себя строительство средней общеобразовательной школы на 330 тысячах, благоустроенные лыжные базы, очистные сооружения для обеспечения качественного водоснабжения, капитальный ремонт стадиона и подключение домостроений к высокоскоростной линии передачи данных. В рамках проекта села Дружба планируется создание спортивного комплекса и обеспечение населения доступом в интернет. Финальное заседание в Совете Федерации коснулось транспортной инфраструктуры региона. Основной вопрос – снижение потока автомобилей в Барнауле за счет расширения дорог и улучшения развязок в пригороде, что сейчас и происходит в Ленточном Бару. Ну и логическим завершением будет строительство транспортной развязки в месте окончания этой дороги на пересечении с улицей Лосихинской. Изначально планировалось построить объездную, однако она бы обошлась в 70 миллиардов рублей, что в 10 раз дороже развязки и расширения дорог. Тем временем эксперты считают, что объездная вкупе с другими проектами могла бы значительно улучшить позиции края в плане экспорта. Опять же, вот тот же третий мост и объезд вокруг Барнаула необходимо транспортно разгрузить. А четырехполоска через Монголию на Китай – рынки сбыта. Причем в первую очередь рынки сбыта именно для алтайских производителей, именно для производителей сельхознаправления. Другой транспортный проект затронул реконструкцию 7-километрового участка Ая-Бирюзовая-Катунь. Эта дорога в будущем поможет существенно снизить нагрузку на Чуйский тракт. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Следователи выясняют обстоятельства перестрелки в Первомайском районе. Накануне в селе Боровиха группа лиц в масках устроила разборки. Несколько человек получили огнестрельные ранения. Все это произошло недалеко от кафе, в котором отдыхающие коротали время. По данным правоохранителей, в результате перестрелки пострадали 4 человека, а один из них получил тяжкий вред здоровью. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время в результате следственно-оперативных и розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержан 41-летний местный житель, который проверяется на предмет участия в происшествии. Следователями следственного комитета проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и иных участников преступлений. Барнауль орудует стрелок. Чаще всего он наносит урон автомобилям, которые стоят на парковке одного из домов. Однако жители многоэтажки утверждают, что были очевидцами попыток стрельбы по живым мишеням, птицам и даже людям. Подробнее далее. Подобные повреждения барнаульцы стали обнаруживать на своих авто недавно. С начала сентября у дома по адресу Попова, 61, Антона Петрова, 235, завелся стрелок, который, как предполагают, пользуется пневматикой. Сначала ребята молодые, говорят, у нас здесь лобовое прострелили. Как-то внимания сильное не обратили. Потом, говорят, второй раз прострелили им же. А потом я как-то еду по дороге, смотрю, у меня на лобовом прям большая дыра. Думаю, может быть, где-то камушек отлетел. Потом в объезды захожу, смотрю, объявление висит. Уважаемые жители, кто еще пострадал от деятельности стрелка, все жители по телефону. Ну, меня тут, как знаете, кипятком ошпарило. Думаю, да у меня это тоже нифига не камушек. От действий злоумышленника пострадало уже несколько машин. А недавно, по словам людей, полиция задерживала человека, который стрелял из пневматики по автомобилям, голубям и даже якобы из-за замечания избил дворника. Что касается поврежденного имущества, по мнению жильцов, стреляет он сверху. Еще одна женщина, откликнувшаяся на объявление, сообщила об инциденте, который произошел 20 мая с утра. Когда подошла к машине, вообще не поняла, что со стеклом. То есть, пассажирское сидение переднее, оно было все в сеточку. То есть, такое, как стукнули его, как будто бы, да, но оно не вывалилось, то есть полностью в сеточку. Но, естественно, я стала открывать дверь, и оно вывалилось. Женщина вызвала полицию и написала заявление. Однако через месяц ей пришел ответ с отказом в возбуждении дела об административном правонарушении. Так как не выявили, не установили лица, которое подлежит административной ответственности, ну и здесь написано, что незначительный ущерб. Написано, что, согласно данным сайта Дром, стоимость данного стекла составляет 1000 рублей. К слову, заменила стекло женщина не за 1000 рублей, а потратила порядка 15. Проблема есть такая, что зачастую нет фиксации. И однозначно же в пределах одного дома сложно найти, в какой квартире кто использовал. То есть пневматическое оружие, оно не регистрируется у нас каким-либо образом. Продается оно просто с 18 лет по паспорту. Сотрудников полиции, ну, наверное, здесь прямо ругать неправильно. Другой момент. Если не было совершено вообще никаких действий, то есть взяли объяснение у заявителя, и все. На этом дали квалификацию, особо не искали, невозможно установить. В таком случае действие бездействия в данном случае нужно обжаловать в органы прокуратуры, как надзорного органа. Однако жители дома переживают не только за свое имущество, но и за свои жизни и жизни своих детей. А пока стрелок не найден, жителям многоэтажки придется чаще смотреть наверх и парковать свой транспорт подальше от дома. А мы обратились с запросом в МВД Барнаула и ждем ответа правоохранителей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Специальное питание и увеличение выборки обезболивающих. Эти и другие вопросы, которые встают при организации палеотивной помощи, обсуждали на специализированной конференции в Барнауле, организованной Министерством здравоохранения Алтайского края. Почему эти темы нужно регулярно поднимать, расскажут мои коллеги. Вопросы палеотивной помощи и обезболивающей терапии сегодня обсуждали краевые врачи в стенах онкоцентра «Надежда». Подобные конференции проводятся регулярно, в том числе в связи с актуальными изменениями законодательства в этой сфере. В связи с изменением законодательства мы в течение четырех лет обеспечиваем пациентов палеотивного профиля на дому медицинским оборудованием, медицинскими изделиями. И в принципе это возложено на наше отделение, выездной патронажной службы из федерального фонда правительства Российской Федерации выделяется средства. Вообще использование наркотических и психотропных препаратов с целью эффективного обезболивания выросло по всей России. С 2014 года более чем в 10 раз. Причина тому – увеличение выборки. Населению становится доступно все больше подобных лекарств. Большинство из них – это разные формы морфина. Работа ведется и по импортозамещению, например, торгина. Его поставки в 2025 году можно ожидать с московского эндокринного завода. Изменения также затронули специализированное питание, которое теперь доставляют на дом не только онкобольным. Если раньше пациенты могли получать в рамках ОМС при прохождении специализированно, я имею в виду онкологическое заболевание, то сейчас все пациенты палеотивного профиля, даже в амбулаторных условиях, будут обеспечиваться лечебным питанием. Сейчас в Алтайском крае более 5000 палеотивных пациентов нуждаются в обезболивающей терапии. В прошлом году было небольшое снижение этого числа. Но эксперты утверждают, что необходимых обезболивающих заказали даже больше. Причина все та же – расширение выборки. Анастасия Дороган, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. На будущей аллее коммунальщиков в Рубцовске появились деревья. Сотрудники СГК «Алтай» высадили на ней молодые липы и рябины. А еще там открыли современную площадку для выгула и дрессировки собак. Подробнее о благоустройстве новой зеленой зоны расскажем далее. Питомцы хозяева ликуют. В Рубцовске открыли первую в городе специализированную площадку для выгула и дрессировки собак. Сделали ее на улице Карла Маркса, у аллеи коммунальщиков, которую сейчас создают. Общественное пространство предложило создать рубцовское подразделение СГК. Оно объединило предпринимателей и простых жителей для создания необходимой инфраструктуры. Депутат горсовета привел нас сюда, коммунальщиков, энергетику. Говорит, ребята, почему бы нам здесь не разбить на этом пустыре аллею, назвать ее аллеей коммунальщиков. Идея всем понравилась. Тут подключился фонд Мельниченко, помогли нам нарисовать, оказывается, то, что мы хотим. И работа закипела. Работа началась в рамках урбан-кемпа. Он направлен на создание различных объектов, необходимых конкретному городу. Об этом нам рассказал руководитель управления по работе с городами фонда Мельниченко Екатерина Манжула. Весной мы начали работу с приглашенными экспертами по исследованию города. И вместе с жителями были определены ключевые проблемы и, собственно, точки роста. И одной из таких желаемых изменений как раз и была собачья площадка. На площадке есть все необходимое. Начиная с полосы препятствий для тренировки и заканчивая специальными пакетами для сбора отходов. На открытии даже провели лекцию о психологии разных пород собак. Подобного подхода жители Рубцовска ждали долго. Очень рады. Мучились, ходили везде, где можно, где не можно. И ругались на нас, и всякое было. Ну, наконец-то дождались. Очень рады увидели, удивились даже, что неужели у нас будет в городе такое. Работа на площадке не останавливается. Уже сейчас аллею коммунальщиков украшают молодые липы и рябины. Высадили их в рамках акции «Зеленая дружина». Вышли на нее как руководители организации, так и местные жители. Это очень интересное и очень нужное дело. Мы очень рады, что здесь будут расти красивые липы. И теперь здесь будет благоустроена наша улица. И мы надеемся, что дальше ее облагородят. И здесь будет прекрасная мирная жизнь. На этом благоустройство не заканчивается. Аллею и дальше будут улучшать. Как и сам Рубцовск. Поможет в этом недавно проведенное социальное кортирование и опрос жителей, которые пожаловались на недостаток общественных пространств для досуга в центре города. И необходимость благоустройства дворов. Данил Кузнецов. День с толком. Уже в эту пятницу в Краевом театре кукол пройдет премьера необычного спектакля. На сцене будут не просто куклы, а марионетки. И существовать они будут сразу в двух произведениях. Сказка подготовила для маленьких и больших зрителей спектакль «Метель. Шинель» по одноименным произведениям Пушкина и Гоголя. Наша съемочная группа побывала на сдаче спектакля. Мужчины-марионетки, женщины-марионетки подвешены даже лапы и уши собаки. Гаврюша, Гаврюша, я тебе говорю, это все ее французские романы. В этот раз в театре кукол дергают за ниточки. Для этого артисты специально обучались управлять марионетками. А сейчас тренируют спину и руки, чтобы выдержать полный спектакль. Труд физический и моральный, зато выражение эмоций у такой куклы ярче. И чем больше ниточек, тем больше фигуры оживают. Допустим, у меня здесь нет, потому что нет необходимости, привязываются пятки, чтобы проще вставать на колени, либо на оба колена. Ну, то есть это уже у нас в героях, в метели. Дальше. Ну да, чем сложнее кукла, тем она, наверное, сложнее в освоении, но потом убедительнее на практике. Сказка представляет новый спектакль сразу по двум произведениям Пушкина и Гоголя с названием «Метель. Шинель». В нем хорошо знакомы нам персонажи одноименных произведений. А пересеклись две вселенные, в голове гимнасиста, который в последнюю ночь готовится к экзаменам. На его месте представить себя может каждый зритель. Классика, она, наверное, на то и классика, что вот она настолько глубокая и обширная, и так много можно из нее почерпнуть, и черпать, и черпать. И вот мы сколько, в принципе, репетируем, сколько работаем, столько и, ну, она вызывает какие-то эмоции, переживания, и как бы не устаешь ее исследовать. Именно поэтому среди различных форматов кукол главный режиссер выбрал марионетку. Мы все-таки решили идти за Пушкиным и пойти со стороны устремления. Человек будет устремиться. И мы, мы сами хотим дотянуться до этих авторов. А дотянуться может марионеткой. Повернулся сюда, будет смотреть совершенно по-другому. Смотрит вот так, он будет по-другому, наклонился. Ну и все, и мы оживляем всю работу художника. Почувствовать этот эффект могут все желающие. Премьера спектакля состоится в эти выходные. 27 и 28 сентября. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев.